Всем привет! Вы на канале Батан IT и с вами Саня. Так уж вышло, что по жизни я любознательный человек. И раз уж я начал крутить и вертеть SSD и жесткий диск на PS4 узнавая что быстрее, то решил провести еще один символический тест. Для новых зрителей поясню, что до этого у меня уже было несколько роликов с тестами загрузок игр с внутреннего диска и внешнего SSD. И еще ролик, где все было наоборот. Ссылки на них будут в описании. Суть эксперимента. На данный момент у меня есть SSD и родной жесткий диск PS4, на которых установлена система. В прошлом ролике мы выяснили, что возможны их горячие замены. Сначала я проведу тесты скорости загрузок игр с заводского жесткого диска, установленного внутри. После этого я верну SSD диск с прошивкой внутри консоли, а этот жесткий диск отформатирую и вставлю вот в этот внешний бокс. Далее я подключу его как внешнее хранилище и проверю скорость загрузок этих же игр. Тестирование будет происходить на PS4 FAT 1100 серии с прошивкой 9.0. Имейте ввиду, что в прошивке 8.50 обновили драйвер для внешнего хранилища, поэтому на версиях ниже 8.50 результаты могут отличаться. В главном меню у меня появилось несколько игр, на которых и будем тестировать скорость. Одна из них, а именно Uncharted, это дисковая версия. Интересно, что будет с ней? Ну и давайте это узнаем. В первую очередь будет запуск игр со стандартного заводского жесткого диска, установленного внутри консоли. Все данные я фиксирую с помощью таймера на ваших экранах. Старт таймера всегда происходит в момент, когда название аккаунта вверху уходит за пределы экрана. В конце видео будет общая таблица с результатами. А пока идут тесты, хотел бы немного рассказать про сам жесткий диск в PS4. На заводе в консоли устанавливают 2.5 жесткие диски на 500 гигабайт от компании Hitachi. Он имеет скорость вращения 5400 оборотов, толщина 5 мм. Но вот скорость всего 3 гигабита в секунду вместо стандартных 6 гигабит. Теоретически в пике он способен выдать около 375 мегабайт в секунду, что соответствует SATA 2, который как раз стоит в PS4 FAT и Slim. В прошках SATA 3 и там возможно уже 6 гигабит, но жесткий диск там также на 3 гигабита в секунду. Однако на практике любой жесткий диск не может достигнуть пределов скорости даже SATA 2. Чего нельзя сказать о SSD. В общем Sony комплектует PS4 довольно слабым и дешевым диском, поэтому интересно проверить. Заодно оценим скорость USB портов. Соответствуют ли они USB 3.0? Тесты завершены. В данный момент внутри PS4 все еще установлен жесткий диск. Все работает хорошо. Прошивка по-прежнему 9.0. Обратите внимание на серую тему оформления. В одном из прошлых роликов я уже показывал возможно ли горячая замена внутреннего накопителя. Сейчас вы увидите это более подробно. Но для начала надо полностью выключить консоль. Ждать до тех пор пока не погаснет индикатор. В идеале еще стоит отключить питание, но после того сколько пережила эта консоль ей уже ничего не страшно. Чтобы не заморачиваться я уже частично подготовил PS4 к замене на SSD. Жесткий диск закрепил всего на 2 болтика из 4. После того как выкрутили винтики заменяем на SSD. После ролика про горячую замену у меня осталась предустановленная система PS4. Сразу скажу, что откат этим методом невозможен. Как и использование двух разных жестких дисков с разной версией ПО. Не хочу еще раз объяснять почему. Лучше посмотрите мои ролики про откат. И сразу чтобы не терять времени стоит установить жесткий диск во внешний бокс. Благо в данном случае винтики не нужны. Пока подготовим провода, но подключать его еще рано. Для начала запустим PS4. Первый раз после замены происходит долгая загрузка. Но после этого мы видим экран с пользователями и фиолетовое меню консоли. Если что данные я восстанавливал из резервной копии. Поэтому все настройки тут идентичны с жестким диском. И как вы видите по меню бегает шустро. Никаких лагов нет. PS4 приняла SSD диск. Но теперь нужно подготовить наше внешнее хранилище. Для этого нужно его отформатировать. Это можно сделать в разделе устройства. Но первым делом просто подключим его. У меня мигает синий огонек. У вас он может быть другим. В главном меню вылетает табличка, что файловая система не поддерживается. Это на накопителе, с которого PS4 работала 3 минуты назад. В конечном итоге, по классике, заходим в устройство. Далее спускаемся вниз, до пункта, накопители USB. И заходим в него. Видим модель переходника и объем жесткого диска. Нужно выбрать тот, который вы собираетесь подключить. Потому что тут есть возможность подключить не менее трех накопителей. И нужно выбрать тот, что вам нужен. В данном случае он один. Выбираем. То, что пишет неизвестная файловая система и прочих в строке объема, это нормально. Просто жмем на единственную доступную кнопку форматирования. Хмм. Интересно. Вылетела ошибка. Почитав эти пункты, пришел к выводу, что возможно мой кабель не подошел. Сходил взял тот, что был в комплекте с внешним NVMe SSD от не так и подключил им. В итоге ошибка пропала. Надо иметь в виду, что на внешнее хранилище можно сохранять только игры и больше ничего. Скриншоты, сейвы и записи геймплея будут сохраняться на внутреннем. В конце вылетает мини инструкция, где объясняют, куда заходить, чтобы увидеть новую память и как сделать безопасное извлечение. Зеленый огонек говорит нам, что все хорошо. Посмотрим, сколько памяти доступно. Зайдем в память и после небольшой загрузки в этот пункт можно зайти. В итоге доступно 459 гигабайт. Я все это показал на случай, если кто-то захочет установить SSD, а внутренне использовать как внешний. Ну а теперь пора переносить все игры на внешний жесткий диск и тестировать скорость. В первый раз у меня случилась фиаско. Вылетела ошибка. Пробовал скидывать по одной и тоже самое. Погуглил ошибку, но ничего внятного не нашел. В итоге запустил GoldHan и надеялся на лучшее. 163 гигабайта, 180 мегабайт данных перенесли за 41 минуту и 3 секунды. Что касается предположения о заводке USB входа около 60 мегабайт в секунду, то HDD показал скорость передачи в 65 мегабайт в секунду. Это не сильно отличается от SSD. Выходит, что какое-то ограничение в USB на передачу данных все же есть. Не знаю, это техническая особенность или намеренное ограничение. Кто знаком с технической частью, подскажите в комментариях. Что касается самого перемещения, то делается все максимально просто. Вы и сами все видели. Все игры находятся на внешнем диске. В качестве доказательства показываю это перед каждым запуском. По технической части ожидается, что с жесткого диска игры будут грузиться дольше, чем с SSD. Но если существует ограничение, то мы это увидим. И я только сейчас, уже писав этот текст, вспомнил, что стоковый жесткий диск у PS4 на 3 гигабита в секунду. Он не может выдать максимум. Хотя, учитывая, что это именно жесткий диск, а не твердотельник, то он никогда не смог бы достигнуть предела даже 3 гигабита. Внимательные зрители могли заметить, что трейлоги Uncharted не было при переносе. Это связано с нехваткой места на SSD. Но за кадром я установил ее отдельно на внешней HDD. В общем, тесты чисто по фану. Любопытство. Тем более, такое вроде как никто до меня не делал. Вот вам и особенный контент. Чисто на первый взгляд сейчас могу сказать, что игры вывезутся подольше. Но надо будет все подсчитать и внести в таблицу. И как раз пора к ней перейти. Подсчеты показали неоднозначный результат. Но то, что точно можно сказать, что многое зависит от игры. И то, что SATA 2 явно слабый в PS4 FAT и Slim. Хотя перевес тут все же в сторону более долгой загрузки во внешнем типе подключения. Ну и думаю можно подвести некий итог по всем трем роликам. Сводная таблица показывает, что победил SSD, подключенное как внешнее хранилище. Скорость загрузок игр в таком режиме быстрее всего. Однако, если сравнивать работу системы, то тоже победил SSD. Но установленные как внутренний. При этом игры с внутреннего загружаются дольше. В общем, для самой быстрой работы лучше всего иметь два SSD. Один под систему гигов на 250. А второй под игры, подключенный по USB. Но помните, что этот вывод справедлив только для PS4 FAT и PS4 Slim. На PS4 Pro внутренний SSD будет быстрее, чем внешний на FAT и Slim. С другой стороны, в одном из прошлых роликов я использовал внешний на 5400 оборотов с 6 гигабитами. И Uncharted там запускался с той же скоростью. Видимо, 3 гигабита не играют сильной разницы в данных тестах. А тем временем я все еще пытаюсь выводиться из финансовой ямы и хоть как-то копить деньги на PS5. Сейчас на месяц есть 32 тысячи. Плюс еще некоторую сумму в Сбербанке с донатов и колумбов. Спасибо всем за поддержку. Сам не сижу сложа руки. Если все получится, смогу купить в декабре. Также должна быть еще выплата с YouTube, но как ее получить, пока не ясно. Есть одна мысль, но не знаю сработает ли. Если кто знает банк без конской комиссии на SWIF перевод, то чеканите в комментариях. Для чего я это сделал? Да просто так. Было интересно. Ничего не ждал. Просто наблюдал. Ну и для галочки. Потому что в планах есть протестировать адаптер от Niku и 3,5 жесткие диски. Вот мой Instagram, запрещенный в России. Я его использую для связей и отвечаю на сообщения. А вот и Telegram. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ссылки на донаты и Яндекс Дзен будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok